Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Плановый капитальный ремонт энергоблока номер 2. Атомные кинолектории. Межрегиональный турнир по боксу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 30 энергоблоков фактическая мощность составляет 23 526 мегаватт, в соответствии с 1,8% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока. Суммарная нагрузка 1592 мегаватта. Блок номер 2 находится в капитальном ремонте до 10 февраля следующего года. Выработка электроэнергии за 13 дней в ноября составила 559 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 20,6 миллиарда. Сверх плана – 1,12 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 25 октября на Смоленской АЭС идет плановый капитальный ремонт второго энергоблока. Перед атомщиками стоит ответственная задача – уложиться в отведенные 109 суток при безусловном обеспечении качества ремонта. В обновлении энергоблока задействованы более тысячи человек – специалисты атомной станции, филиалов «Атомэнергоремонт» и других подрядных организаций. По наиболее критичным операциям, от которых зависит продолжительность ремонта, открыты ПСР-проекты. В турбинном и реакторном залах особенно многолюдно и оживленно. Работа идет круглосуточно, в три смены. Весь процесс координирует созданные рабочие группы из числа специалистов подразделений атомной станции и подрядных организаций. Энергоблок номер 2 выведен в капитальный ремонт со сроком завершения 10 февраля 2018 года. В турбинном цехе на данный момент разобран цилиндр высокого давления на четвертой машине. Вы видите, сзади уже ротор извлечен из тела. Демонтирован возбудитель генератора номер 4. Извлечен ротор генератора. Вы тоже видите, что уже пустое место на месте расположения статора. По цилиндрам высокого давления работы ведутся, пока на данный момент дефектов нет. По цилиндрам низкого давления сняты наружные крышки двух цилиндров ЦНД. Два цилиндра ожидаем вскрытия в ближайшее время. На турбине номер 3 производятся работы по техническому свидетельствию подогревателя низкого давления. И работы находятся в графике. В реакторном отделении выполняются работы по дефектации обоим в центральном зале. Выполнены примерно 80%. Производится измерение технологических каналов и каналов СУЗ. В подреакторном помещении производится подтяжка сельфонов каналов СУЗ. Работы в графике. В период ремонта персонал подразделений Смоленск АЭС и подрядных организаций производит большое количество технологических операций на вскрытом оборудовании, на значительном возвышении от поверхности пола в электроустановках. Все работы ведутся в строгом соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Работники обеспечены необходимой оснасткой, инструментом, средствами индивидуальной защиты. В целях профилактики производственного травматизма персонала, усиления контроля за обеспечением безопасности в период ремонтной кампании, создана комиссия по инспекции ремонтной площадки под председательством главного инспектора Смоленск АЭС Рамиля Галиева, которая выполняет обходы рабочих мест, пристальное внимание обращая на соблюдение всех видов техники безопасности. Новый образовательный проект «Атомный кинолекторий», посвященный 25-летию концерна «Росэнергоатом» и 35-летию со дня пуска первого энергоблока «Смоленск АЭС», стартовал в интерактивном демонстрационном зале Центра информации и связи с общественностью атомной станции. Участниками первой тематической встречи 8 ноября стали более 60 школьников Десногорска. Сегодня вы познакомитесь, первым познакомитесь с новыми фильмами, которые будут рассказывать вам об атомной энергетике, об атомной станции, о том, какие люди там самое главное работают. Ученик 5-го класса школы номер 1 Александр Элькинт после посещения интерактивного класса решил связать свою профессию с атомной отраслью. В будущем мне хотелось бы стать атомщиком и создать САЭС-2. Даже САЭС-3 я постараюсь разработать самые совершенные технологии для того, чтобы на максимум снабжать всех энергией. Как подчеркнул ведущий специалист комитета по образованию администрации Десногорска Ольга Высоцкая, совместно с атомной станцией в городе реализуются десятки интересных образовательных проектов, в которых участвуют и педагоги, и школьники. Между Смоленской атомной станцией и образованием в нашем городе сложились давние и долговременные отношения. Реализуется масса различных проектов, в которых участвуют наши и педагоги, и обучающиеся города. И, конечно же, эти проекты трудно их переоценить. Программа «Атомный кинолекторий» будет работать до 13 декабря. Записаться в группу на экскурсию может каждый желающий. По телефону 733-78 или отправив заявку на электронный адрес с аэсинфо-собакамейл.ру Юбилейный межрегиональный турнир по боксу прошел в городе Атомщиков. Боксеров из 19 городов России и Белоруссии собрал 15-й межрегиональный турнир по боксу в памяти заслуженного энергетика России почетного гражданина Десногорска Сергея Петровича Крылова. Турнир проходил в городе Атомщиков с 7 по 11 ноября. Был организован Смоленск АЭС, профсоюзом атомной станции и спорткомитетом администрации Десногорска. Спорт – это дисциплина, спорт – это взаимополис, спорт – это товарищество. Он ко многому обязан. Молодым он дает возможность сформироваться и задать такую базу, которая в этом жизни, она ему пригодится. Почему? Потому что, опять же, дисциплина – раз, преодоление себя – два, преодоление трудностей, воля – поведение. В турнире приняли участие более 120 юных боксеров, оценивали поединки профессиональной рефери под руководством судей международной категории Бориса Усольцева. По традиции соревнования проходили по разным возрастным группам в разных весовых категориях. На рынок выходили как боксеры высокого уровня, имеющие за плечами десятки выигранных боев, так и новички, делающие первые шаги в этом спорте. Хорошая, рабочая такая атмосфера, хороший бокс, хорошая конкуренция. И самый главный плюс этого турнира – он дал и дает, и будет давать, я в это верю, очень. Хороший старт начинающим. В число финалистов вошли семь воспитанников спортивного клуба «Смоленская С-Ринг», которым руководит старший тренер Николай Низамаев. Трое из них стали победителями – Егор Лаухин, Илья и Никита Песиговы. Ринговцы также были удостоены специальных номинаций. Приз зрительских симпатий достался Рафаэлю Джавадову. Приз «Лучший боксер 15-го межрегионального турнира» присудили Никите Песигову. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская С». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленская С» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе «САЭС» на сайте Росэнергоатом. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова